Всем привет, вы на канале IT Day и это свежий выпуск новостей из мира игр и IT технологий. Погнали! Но перед началом хотел бы разъясниться немного по графику выпуска новостей. К сожалению, как такового графика у меня нет и скорее всего не будет, потому что я работаю и регулярно выпускать новости из-за своей работы я не могу, потому что регулярно бываю в разъездах. Ну, в общем-то, как будут выходить, так будут выходить. Спасибо за понимание. Microsoft Defender проиграл Avast, AVG и Avira в тесте защиты от вредоносных программ. Компания AV Comparatives, специализирующаяся на оценке вредоносных программ, выпустила свой последний отчет о реальной защите. Для тех, кто не знает, реальный тест защиты в наборе AV Comparatives предназначен для оценки возможностей защиты решения от вредоносных программ в онлайн-сценарии, когда система взаимодействует с интернетом. Что касается оценок, Microsoft Defender имеет уровень блокировки 99%, который не изменился с прошлого года. Немного удивительно видеть, что Defender так плохо справляется с ложными срабатываниями. Motorola выпустила смартфоны Moto E22i и E22 стоимостью от 130 долларов. Речь идет о бюджетных моделях под названием Moto E22i и Moto E22. Новинки получили 6,5-дюймовый дисплей Max Vision HD+, с разрешением 1600 на 720 точек, соотношением сторон 20 к 9 и частотой обновления 90 Гц. В арсенале смартфона стереофонические динамики, адаптеры Wi-Fi 2.4, 5 ГГц и Bluetooth 5.0, FM-тюнер, боковой сканер отпечатков, пальцы встроены в кнопку, 3,5-мм гнездо для наушников и порт USB Type-C. Базовый Moto E22i работает под управлением Android 12 с оболочкой MIUX. Верту представила складной премиальный смартфон AX-T Fold 3. Британская компания Верту, специализирующаяся на выпуске эксклюзивных телефонов, анонсировала смартфон премиум-класса под названием Верту AX-T Fold 3. Основной экран девайса 7,2-дюймовый, с разрешением 1620 на 1520 пикселей. Разрешение модулей составляет 48 и 16 мегапикселей. В основу смартфона лег средненький процессор Snapdragon 765G от Qualcomm, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной памяти. Также смартфон оборудован гибким дисплеем. Флагманская серия Samsung Galaxy S23 получит более толстые рамки экрана. Известный своими точными утечками инсайдер Ice Universe рассказал подробности о размерах и характеристиках дисплея Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra. Причина заключается в увеличении ширины рамки на 0,15 мм со всех четырёх сторон экрана, диагональ которого осталась равной 6,1 дюйма. Galaxy S23 Ultra также будет немного крупнее своего предшественника, плюс 0,1 мм в высоту и 0,2 мм в ширину. Уже привычный всем дизайн, вероятно, будет сохранён с небольшим изменением во флагманах Samsung следующего поколения. В Детройте дебютировал летающий байк Airwins X-Turismo стоимостью в 46 миллионов рублей. Новый ховербайк обладает диким экстерьером и возможностями передвижения. Под тонким корпусом модели прячется гибридный мотор Kawasaki, который работает и от бензина, и от электричества. На данный момент у заинтересованных есть возможность увидеть, как ховербайк впервые поднимается в небо в Северной Америке на автосалоне в Детройте. Многочисленные видеоролики и тесты из Японии и других стран мира уже продемонстрировали жизнеспособность платформы. США инициировали грандиозный план по развертыванию в океане плавучих ветряных электростанций. Почти 60% морских ветряных ресурсов США находятся на глубине свыше 60 метров. Речь идет о почти всем западном побережье и особенно о Калифорнии и Орегоне, где дно Тихого океана круто обрывается недалеко от береговой линии. Специалисты из National Renewable Energy Laboratory уверены, что в один прекрасный день совокупная мощность обычных ветряных электростанций и плавающих морских ветряных турбин в три раза перекроют потребность США в электроэнергии. Инициатива стартовала с выделения 50 миллионов долларов Министерством энергетики США на разработку плавучих ветряных электростанций. В 2021 году для сравнения стоимость каждого мегаватт-час США для офшорных ветряных станций составляла в среднем 84 доллара. В Always On Display на смартфоне iPhone 14 Pro обнаружили секретную функцию. Одним из нововведений в смартфонах серии iPhone 14 стала функция всегда включенного экрана. Оказывается, в таком режиме работы на экране смартфона отображались указатели навигационной системы. Аналогичным образом в приложениях телефона и голосовые заметки можно воспользоваться некоторыми функциями, пока часть интерфейса остается неактивной. Apple смогла внедрить постоянно включенный дисплей в модели iPhone 14 Pro без существенного влияния на время автономной работы, благодаря более энергоэффективной OLED-панели с применением частоты обновления до 1 Гц. Настольные клиенты Microsoft Teams хранят токены авторизации в открытом виде. Специалисты по кибербезопасности выявили серьезную уязвимость в десктопной версии приложения Microsoft Teams. Эксперты Vectra продемонстрировали эксплойт, отправив сообщение от имени одного из пользователей Teams. Для успешной атаки злоумышленнику не нужны дополнительные разрешения в системе или какие-то сложные вредоносные программы, пишут в отчете специалисты компании Vectra. Проблема касается только настольной версии приложения, потому что платформа Electron не обладает надежными механизмами защиты файлов куки, в отличие от современных браузеров. Компания OPPO представила смартфон K10X стоимостью 215 долларов. Устройство работает на OS Android 12, Scholar OS 12.1 поверх. В основу аппаратной платформы OPPO K10X расположен 8-ядерный 5G процессор Snapdragon 695 с графическим ускорителем Adreno 619. OPPO K10X представлен тремя вариантами памяти 8-128 за 215 долларов, 8-256 за 240 долларов и 12-256 гигабайт за 285 долларов. Продажи новинки в Китае стартуют 22 сентября. Свежее обновление ломает камеры в популярных смартфонах Xiaomi. Компания начала распространение обновления MIUI 13 для смартфонов Redmi Note 10 Pro и Pro Max, которые, по словам некоторых пользователей, выводят камеры смартфонов из строя. Отмечается, что проблемы коснулись жителей Индии. Часть обновившихся пользователей при этом жалуется, что камера их смартфонов не работает даже в сторонних приложениях. Служба поддержки Redmi India в социальных сетях признала проблему и заявила, что готова предоставить бесплатную техническую поддержку и ремонт владельцам обновленных Redmi Note 10 Pro и Pro Max. О проблемах камеры же в российских смартфонах не сообщалось. Сколково научат компьютер вычислять психически больных по текстовым сообщениям. Российские ученые создают компьютерный алгоритм для распознавания признаков психических расстройств по текстовым сообщениям. Готовый инструмент планируется вывести на рынок в середине 2023 года. Продукт можно использовать для первичной диагностики в медочереждениях. После анализа сообщения пациента, ИИ предложит пройти тест для подтверждения диагноза и затем направит к нужному специалисту. Konami анонсировала ремастеры двух культовых японских RPG. Игры будут доступны на ПК, PS4, Xbox One и Switch. Анонс сопровождался двухминутным трейлером. Ремастера сообщит подтянутые до высокого разрешения фоновые иллюстрации, обновленные визуальные звуковые эффекты, автосохранение, а также функцию ускорения боев и запись диалогов. Франшизу отличает разнообразие геймплея и сложный сюжет, а также большое количество персонажей, превышающее сотню. Tekken 8 получила движок Unreal Engine 5. Зоздатель и продюсер серии Tekken, Хацухиро Харада, пролил свет на некоторые подробности. Tekken 8 создают на Unreal Engine 5 с нуля, полностью отбросив всё, что было в Tekken 7. При этом разработку начинали ещё на Unreal Engine 4, а затем делали перенос ряда элементов. Харада только отметил, что Tekken 8 станет поворотным моментом для всей серии. Tekken 8 создаётся только для PC, Xbox Series и PlayStation 5. Больше подробностей обещают раскрыть в скором времени. Представлен смартфон Honor X40 со 120-герцовым дисплеем и мощным аккумулятором. В основу аппаратной платформы положен мобильный чипсет Snapdragon 695. На задней панели находится двойная камера с основным датчиком на 50 мегапикселей и вспомогательным датчиком на 2 мегапикселя. В качестве iOS используется Magic UI 6.1 на базе Android 12. Стоимость Honor X40 начинается с 1499 юаней. Около 13 тысяч рублей по актуальному курсу. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 выйдет в двух версиях. На просторах интернета появилась информация о том, что процессор нового поколения Snapdragon 8 Gen 2 должен поступить в продажу в ближайшее время, и что на самом деле данный чип будет представлен в двух вариантах с разными тактовыми частотами. Для сравнения, частота процессора у Snapdragon 8 Plus Gen 1 достигает 3,2 ГГц. Разогнанная платформа 8 Gen 2 может пригодиться в игровых смартфонах, а также и для топовых моделей флагманских линеек. Утверждается, что также будет улучшена производительность графического процессора. Microsoft прекратит поддержку Windows 10 21 H1 в декабре 2022 года. Пользователям, использующим Windows 10 21 H1, порекомендовали перейти на актуальную версию ОС, чтобы избежать возможных хакерских атак, в которых могут использоваться неисправные уязвимости. Windows 10 21 H1 считается самой популярной версией ОС Microsoft. Согласно данным агентства Adduplex, от сентября 2021 года ею пользовались 38,1% пользователей ОС от Microsoft. Также журналисты отметили, что Microsoft, вероятно, скоро начнет принудительно обновлять ОС на потребительских устройствах и неуправляемых бизнес-устройствах. Вышел трейлер мультиплеера Call of Duty Modern Warfare 2. В новом динамическом видеоролике разработчики продемонстрировали сражения между игроками, режим от третьего лица, а также показали кадры из королевской битвы Warzone 2.0. Разработчики добавили возможность передвижения на транспортных средствах, вроде катания на лодках и полетов на вертолете. Релиз Call of Duty Modern Warfare 2 намечено 28 октября для PlayStation, Xbox и PC. А предзаказавшие игру получат доступ к компании на неделю раньше, то есть 20 октября. Что касается Call of Duty Warzone 2, то игра выходит 16 ноября вместе с режимом DMZ в стиле Escape from Tarkov. Air Canada купит 30 электрических самолетов у компании из Швеции. Соглашение о приобретении 30 электрических самолетов подписали шведская компания Hairst Aerospace и канадская авиакомпания Air Canada. 15 сентября сообщает агентство Reuters. Новый самолет, как ожидается, будет готов к коммерческим полетам в 28-м году. К середине 24-го года компания планирует построить испытательный центр, офисы и производственную линию в кампусе возле Гётиборгского городского аэропорта. А первые полеты ES-30 должны состояться в 26-м году. Сервис Uber подвергся кибератаке. Ответственность за взлом взял 18-летний хакер. Популярный сервис заказа такси Uber подвергся кибератаке. По словам представителя сервиса, хакер взломал аккаунт Slack одного из сотрудников. В Uber согласились на сделку и перевели злоумышленнику необходимую сумму. Китай заявили о создании независимого производства чипов до 14 нанометров. Китайская полупроводниковая промышленность добилась того, что может производить микросхемы с техпроцессом до 14 нанометров без использования иностранных станков, материалов и технологий. Администрация Байдена планирует расширить ограничения на поставки из США в Китай полупроводников, используемых в технологиях искусственного интеллекта и инструментов для производства чипов. По мнению экспертов, слова шанхайского чиновника стали мощным ответом на попытки штатов создать технологический альянс Чип 4 для блокады Китая. Производство 7 нанометровых чипов в Китае также развивается быстрее, чем ожидалось, сказал Сян. CSGO забанили аккаунт со скинами на 4,7 миллиона долларов. По некоторым оценкам, это самый дорогой инвентарь в игре. Владелец одной из самых крупных коллекций скинов в CSGO с ником Seacat получил блокировку от разработчиков. В июле 2022 года трейдер Гаррити CXD оценил стоимость скинов в Seacat с помощью сервиса SharkBay. Согласно описанию блокировки от разработчиков, Seacat может пользоваться своей учетной записью в Steam и заходить в приобретенные игры. Длительность и последствия бана определяются разработчиками. Эксперты лаборатории Касперского обнаружили на YouTube видео с опасным зловредом. Под видом геймерского контента злоумышленники распространяют целый набор вредоносных файлов. Вредоносный архив содержит несколько файлов, в том числе Redline. Для привлечения внимания геймеров-мошенники используют ролики про популярные игры, в том числе DayZ, Daylight 2, Crossfire, APB Reloaded. Обком опубликовала новый трейлер Street Fighter VI и список всех стартовых персонажей. В день релиза в файтинге будет доступно 18 скушенных в боевых искусствах воинов. Street Fighter VI выйдет в 2023 году на всех консолях и ПК. Регистрация на бету принимается до 30 сентября. Xiaomi вскоре представит смартфоны 12T и 12T Pro со 120-герцовым экраном и мощной камерой. Интернет-источники опубликовали качественные рендеры и подробные данные о технических характеристиках мощных смартфонов Xiaomi 12T и 12T Pro, официальный анонс которых ожидается в ближайшее время. За автономную работу 12T будет отвечать АКБ емкостью 5000 мАч, поддерживающая функцию скоростной зарядки на 120 Вт. В камере, вероятно, будет использоваться тот же сенсор Samsung HP1 на 1 к 1,22 дюйма, что и в Motorola H30 Ultra. Стоимость Xiaomi 12T в Европе составит 649 евро. Sony не сделала в PlayStation VR 2 обратную совместимость с играми от первого шлема. Шлем PlayStation VR 2 официально не будет обратно совместим с играми от гарнитуры первого поколения. PS VR 2 присущий гораздо более продвинутой функции, включая контроллеры с тактильной обратной связью и адаптивными триггерами. Внутренний трекинг, отслеживающий взгляд в гарнитуре, 3D-звук и прочее. Выход PlayStation VR 2 запланирован на начало 2023 года. Топ-менеджер также напомнил о яркой Horizon Call of the Mountain, которая станет одной из 20 стартовых игр для PS VR 2. Intel заменит процессоры Pentium и Celeron в ноутбуках от 2023 года. Компания Intel решила отказаться от брендов Pentium и Celeron. Теперь процессоры начального уровня будут называться более универсально. Intel Processor. Производитель поясняет, что ребрендинг касается только мобильных чипов начального уровня. В настольном сегменте привычные торговые марки продолжают применяться. В ассортименте производителя также имеются несколько производительных мобильных платформ, включая Intel Core – игровой сегмент, Intel Evo – массовый потребительский и Intel V Pro – корпоративный сегмент. Разработчикам-физлицам разрешили размещать приложения в Roastore после верификации. Отечественный магазин приложений Roastore продолжает постепенно развиваться. Как напомнили в ВК, приложения и разработчики в Roastore проходят обязательную модерацию и проверку. Для регистрации нужно указать ВК-ID, адрес сайта или страницы в социальной сети. Ввести номер телефона и почту. Алгоритмы проверяют соответствие данных за несколько минут. Ну что же, а на этом у меня все. Надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Подписывайтесь, если еще не подписаны. Лайк, дизлайк по настроению. Всем удачи, всем пока-пока.